Всем привет, ребята, с вами Жаня. Сегодня мы поговорим о таких танках, как ЛКПЗ М41-90 и ПЗ-4 Шмальтурм. Почему мы будем о них разговаривать? Потому что прилетела вот такая вот новость. Новые наборы за сезонные монеты. С 9 октября у нас появятся в магазине вот такие вот наборчики. С ЛКПЗ и ПЗ-4 Шмальтурм. И вот еще вот такие вот наборы с сертификатами и бустерами. И получается, как получить эти монетки? Если вы играете в турниры, то это будут турниры сезонные монеты, можно будет получить. И плюс, если вы играете в рейтинговых боях, можно будет получить в рейтинговых боях вот эти вот самые монетки. Начиная с Золотой Лиги, если вы попали за каждую победу в Золотой Лиге, вы будете получать 15 монеток. Обратите внимание, что получать монетки можно только за первые 200 побед. Если в Платиновой и Бриллиантовой Лиге, соответственно, вы будете получать больше. Но, как бы Почему бы и нет, да, если это на халяву То в целом и неплохо Вот И получается, какая цена будет Пока непонятно, но я думаю Что в целом достаточно Немало будет То есть ценник на эти сезонные монетки, почему? Потому что в предыдущем каком-то из сезонов Был танк Руди Т-34-85, он седьмого уровня Но он редкий, как бы, но все равно Надо бы отдать за него 11 тысяч монет Вот Так что, я думаю, на ЛКПЗ будет не меньше Обратите внимание на компенсацию Компенсация при наличии ЛКПЗ 3750 золота При наличии Шмальтерма Компенсация кредитами Так, что же это за танчики? Давайте покатаем Посмотрим, как они ведут себя в бою Вот ЛКПЗ в целом Достаточно неплохой танчик В хороших руках Может показывать неплохую эффективность Но Надо уметь играть без брони Если вы умеете играть без брони Вот То в целом танчик вам Может быть и зайдет Вот А так Ну Он очень подвижный Очень-очень подвижный Реально очень хорошо вертится Разгоняется Так, у нас одни тяжи ЛТСТ почти нет Так И собственно говоря У него интересное орудие Здесь есть на что посмотреть Да, у них серьезные танки Вот Зря викинг Конечно полез на него Один Можно и получить Так, ребята Наши не торопятся Подтягиваться Как-то совсем уныло Если честно Но Сейчас будем пытаться Так Меня светанули Надо, короче Ехать От таких ребят Как в Оффентрагер Можно получить И на косарь урона Поэтому надо это учитывать Старайтесь не лезть На таких серьезных Фугасных монстров Так Ну теперь можно Уже добирать Вафлю Отлично Так, отлично Давайте попробуем Забрать Е-75 Если получится Видите Даже фугасов Я заряжаю В целом Не хватает пробития Для того Чтобы пробить Е-75 В задницу Это просто Очень круто По мне Так Очень даже Неплохо А вот Это обидно Было Сейчас Так Человечек Развернулся Отлично Альфа Залетела Шикарно Так Ну надо Короче Двигаться Вот Отстреливать Ребят Играйте Играйте Только за счет Своей подвижности Старайтесь Не подставляться Вот Вот видите Фугас Фугасы Отлично Залетают Пробития Шикарные У фугасов Особенно Если вы поставите Калиброванные снаряды Поэтому Я думаю Я думаю Что здесь Все с этим Достаточно Хорошо Малочка Отлично Смотрите Фугасы Полностью Вообще Пробивают Эмиля Просто Вообще Без каких Либо проблем В корму Иногда В борт Вы сможете Закидывать Просто Фугасы На фугасах ДПМ Значительно Выше Давайте Посмотрим ТТХ Сейчас я вам Это покажу Накидал Для сравнения Максимально Похожих По геймплею Танков Премиум И прокачиваем Давайте Посмотрим Вот у нас Получается Если поставить Вот так ДПМ Очень хорош В целом Все хорошо Альфа 240 Очень приятно Пробития Здесь в целом Не хватает Поэтому Советую вам Поставить Калиброванные снаряды Да Вы немножко Потеряете В ДПМ Но зато Сможете Пробивать Плюс Если учесть Что у вас На фугасах Изначально Пробитие 102 Вот Здесь Очень крутые Фугасы Альфа 320 Вообще Шикарно Если вы еще Повысите То будет Пробитие 112 То В целом Этого будет Хватать Чтобы пробивать В борта Или в корму Всяких Тяжей ПТ Ну и так далее Здесь Ну это Очень интересный Момент С этой Пушкой Вообще Максимально Приятно Накидывать Фугасами Что еще Сведение Отличное Разброс Очень хороший На ходу Стрелять Достаточно Неплохо Особенно На небольшие Расстояния Движение Ну то есть Стабилизация В принципе В движении Ну неплохая Увэйна Минус 8 За бугорки Всякие Пострелять Ну приятно Не минус 10 Конечно Но минус 8 Тоже хватает Хороший показатель Хотелось бы Конечно Минус 10 Но Здесь Есть Все равно Отличная Подвижность Вот 72 километра Это шикарная Максималка Редко Такое Найдете Вот Мощность Эффективная Просто Отличная Поворот Шасси Шикарный Танк двигается Очень быстро Бодро Занимать Какие то точки Позиции Будет максимально Приятно Шикарно Переезжать Из точки в точку Вот Доходность Чуть-чуть Не дотягивает До стандартного Показателя 170 Вообще Хотелось бы 175 Но в целом Давайте посмотрим Вот Нафармили 83 тысячи Кредитов Ну в целом Ну тут ладно Бустер отнять Но в целом Все равно Танк фармит Вот Очень даже Неплохо Процент побед Оставляет желать Лучшего Потому что Ну он Не сильно Высокий Но тут Надо учитывать Что это Легкий танк Абсолютно Без брони Выживать На нем Достаточно Сложно Но все равно Он может Показывать Достаточно Неплохие Результаты О броне Говорить Нечего Здесь ее Нет Вас пробивает В лоб В корму В борта Куда угодно Фугасами Фугасами Просто Не просто Ббшками Именно Фугасами Будьте готовы К тому Что вы можете Получить От каких-то Фугасных монстров Таких Ваффентрагер Борщ Су Ису Крушитель Просто на 1000 урона Вполне себе легко Вот Фугасами Поэтому Ну при том Что у вас Всего 1300 Там с копеечкой ХП То в целом Можете Очень достаточно Быстро Откиснуть Вот По вам Часто будет стрелять Фугасами Учтите это Вот Фугасы Не залетают Иногда Только В башню И то не везде И в маску Руде А так Вас будут побывать С полным уроном Ну или в гусеницы Тоже не залетает Потому что Гусеницы работают Как экран Если вы не знаете В целом Если попадают По гусли Кусочек урона Скушается А так Везде Фугасами Пробивается нора Да Так Что теперь еще Интересно Давайте поговорим Про ПЗ-4 Шмальтурм Попробуем покататься В целом Танчик тоже Очень неплохой Вот Здесь Как бы Есть на что посмотреть Ну На своем уровне Он реально Неплохой По цифрам По крайней мере По статистике Он действительно Ну Хорош Поэтому Ну сейчас Попробуем Я не думаю Что против семерок Я прям покажу Какие-то сумасшедшие Результаты Но Мы попробуем Вот Если вам не хватит Монеток Допустим На тот же ЛКПЗ То Наш Мальтурм ПЗ-4 То в целом Если вам хватит То это будет Достойная такая награда Вот Очень-очень Неплохой танчик Вот Он конечно По подвижности Реально Как тяжелый танк Он скорее Вот реально Как тяжелый Здесь не надо Ну как бы Гоняться За другими СТшками Ну на шестом уровне Он реально Скорее Больше тяжелый Танк Вот Поэтому Это надо Учитывать Ну В целом Сейчас попробуем Пострелять Покататься Что-то Какие-то Пинг Повысился Почему-то Видите Углов хватает Минус 10 Углы В целом Очень неплохо Здесь все хорошо Вот Точности Тоже Вполне Себе Хватает Так Откуда Нам накидывают Я пока Не понимаю Вот Но мне Мешают Мои же Союзники Вот Что в целом Достаточно Плохо Так Ну Наши Как-то Решили Ехать На А Всей толпой Ну Сейчас Посмотрим Какие Плоды Это принесет Я думаю Что надо Переезжать Отсюда Потому что Нам накидывают Очень-очень Неплохо Нашим Ребятам Но С пробитием Да Здесь Небольшие Проблемки Потому что Пробития Реально Не всегда Хватает Вот Надо Это Учитывать Обязательно Так Лезу На СТРВ Можно Конечно Здесь Неплохо Получить Барабан Но Будем Пытаться Надо Выпиливать Этих Ребят Потому что Наши Не могут Продвинуться За счет Того Что Не могут С ними Справиться Сейчас Будем Пытаться Отлично Я еще И поджег Его Альфа Не залетела Но зато Поджег Так Кто у нас Тут Эмиль Да Попробуем Попробуем Главное Сбоку Не получить А вот Собственно Отлично Видите Как на ходу Стреляет Так Эмиль А я тут Попал Прям в окружение В такое Нехилое Ну видите Башни танкую Да Так Надо Вот этого Дядю Выпиливать Срочно Ох Как повезло Нам Что По нам Срикошетил Только что Вот фугасики Да По эмилю Бедолаги Залетают Так Фух Ну в целом Выжили Отлично Сейчас надо Главное Выпилить Айрелла Аккуратненько И Собственно говоря Яхт Панзер Ух Как повезло Видите Пробития Погранично Хватает Чтобы пробивать Тяжиков Поэтому Это надо Учитывать Вот Эх Не успел Отлично Все равно Отлично Все хорошо Вот Танчик Достаточно Неплохой Давайте Покажу вам Сравнение С другими Танками И Что по цифрам Здесь у нас Что ДПМ Хорош Реально Хорош Для своего Уровня Вот я Накидал Разных Премиум Танков Именно Шестого Уровня Да То есть Очень Неплохо Пробитие В целом Достаточно Среднее Тяж Часто Не хватает Будете Постреливать Галтишкой Альфа 160 Вообще Максимально Стандартный Для этого Уровня Перезарядка Быстрая Стреляет Быстро Сведение Разброс Отличные Здесь Хорошая Точность Можно Стрелять Прям без сведения В основном Вот В движении Как видели В целом Неплохо Стреляет Увены Отличные Минус 10 градусов Ну Конечно У Кромвеля Вообще Уникально Минус 13 Но В целом Увены Отличные Просто За бугры Стрелять Какие-то Неровности Местности Будете Чувствовать Максимально Отлично Вот Но Тут есть Как бы Пушка И что-то По броне Да Но Подвижности У танка Нет Он скорее Тяжелый Танк По подвижности Скорость Максимально Маленькая Маленькая Скорость Поворота Шасси Вот И эффективная Удельная Мощность Тоже Очень Мала Вот Будете Ездить Как тяжик Такой Вот Потом Собственно Варят Доходность У танка Абсолютно Стандартная 145 Это в целом Достаточно Стандартные Показательные Шестом Уровне Доходности Поэтому Будете Фармить Кредитики Потихонечку Не так Как Восьмерки Конечно Но в целом Тоже Приятно Вот Процент Побед Достаточно Неплох 54 С чем-то Процента Это В принципе Достаточно Среднее Вот Для премиум Танка Хотя Есть Конечно И хуже Есть И лучше Вот Но Танк Очень Приятный В целом Достаточно Приятный Вот По броне Тут В принципе Если так Сказать То Броня Есть Только В башне Вот Можно Танкнуть Маской Орудия Башенка Командирская Неплохо Забронирована Вот Эти Вот Скосы Получаются Здесь Много Приведенки Если Попадут То В принципе Не Пробьют Но В Передний Вот Бронелист Башни Он Такой Достаточно Ровный Под Небольшим Углом Вот В принципе Все Что с пробитием Выше 150 Будет Ну 160 Будет Пробивать Достаточно Легко Прямо В башню Вот В корпусе Брони Еще Меньше Здесь Все Пробивается Надеяться На это Не стоит Здесь На Бортах Вот Такие Вот Экраны 5 Миллиметровые Они Здесь Не Зря Потому Что В Бортах У Танка По 32 Миллиметра И Сверху И Снизу Это Очень Мало При Небольшом Довороте Вас Уже Будут Просто Пробивать В Борт Обратите Внимание На Вот Эти Интересные Выступы Здесь При Довороте Есть Ну Такой Интересный В целом Танчик Очень Приятный Вот Если В качестве Вот Таких Вот Компенсаций За То есть Монетки Можно Получить Его То В целом Почему бы И нет Танки Неплохие Вот Я думаю Если В целом Получить То Вам Может быть Даже И понравится Вот Вот Такие Интересности На сегодня Вот Ребят С вами Был Ежаня Вам Если Вам Понравился Видосик Ну Там Прожмите Лайк Вот Не поленитесь Подписаться На канал Вот Я Вам Желаю Всего Самого На лучшего Удачи В боях Всем Пока